Продолжение следует... Еще два года назад судьба будущего днепровского профессионального футбола была под большим вопросом. Но за это время многое изменилось. Созданный спортивный клуб Днепр-1 за два сезона прошелся катком по второму и первому дивизиону, попутно дважды выходя в полуфинал национального кубка, оставив позади себя такие футбольные центры, как Харьков, Луцк и теперь уже Одессу. И вот в Днепр вернулся по-настоящему большой футбол. Сильнейшие клубы страны экзаменуют молодой коллектив, костяк которого составляют местные воспитанники, игроки сборных Украины разных возрастов. И пусть пока получается далеко не все, но и поражения на данном этапе лишь добавляют опыта нынешнему поколению Днепрян. Вот этот первый круг, который мы показали, это наш максимум. Больше мы не можем показать. И когда до сезона многие журналисты пророчили нам борьбу за шестерку, мы понимали, что нам будет очень тяжело, и мы будем одной из тех команд, которые будут бороться за выживание. То есть это было абсолютно не лукавство, это был трезвый анализ. Все контрольные игры и концовка в первой лиге мы очень много позволяли противникам. То есть они очень много создавали моментов у наших ворот. Первый круг не является исключением. Если вы посмотрите статистику, команда, которая больше всего бьет по воротам, это мы. И мы эту проблему не можем решить пока местах. Есть игры, где мы более удачно играем на атаку, но проблемы в обороне у нас остаются. Может быть, это связано с нехваткой опыта у большинства игроков. То есть есть большая группа игроков, для которых это премьерный сезон в украинской премьер-лиге. И все авансы, которые журналисты, которые тренера раздают игрокам юношеских сборных, они пока не подкреплены ничем на взрослом уровне. Поэтому все то, что показывают молодежь и Сафронова, и Супряга, и Булеца, и Назаренко, это все мы говорим о каких-то авансах, выданных на юношеском уровне. Как они будут себя проявлять во взрослом футболе, покажет время. Вот это и есть наша основная причина. У нас нехватка опыта. Те игроки опытные, которые есть, они уже давно прошли свой пик. И тот же Кравченко сегодня получил травму, и папа. Игры с высокой интенсивностью, но мы посмотрим, как они будут дальше его держать. Поэтому, да, у нас есть системные проблемы. Мы их видим, мы не успеваем по скоростям, мы не успеваем думать, мы ведем слабое единоборство. Это все видно, все это подкреплено статистикой, все это сказывается, но видно все с трибуны. Чемпионат очень ровный. Посмотрим, где в итоге окажемся. Сейчас любая из команд, за исключением первых четырех, может как попасть в первую шестерку, так и оказаться в зоне вылета. Да, очередной соперник Днепрян Донецкий Олимпик совсем недавно считался безнадежным аутсайдером. Но с приходом нового испанского наставника в прошлом, проработавшего в штабе Киевского Динамо, многое изменилось в Олимпике. И теперь это уже не та команда, набравшая в шести стартовых матчах только одно очко. В свою очередь Днепряне завершили первый круг тремя поражениями, не забив ни одного мяча. Плюс травмы Чичикова и Гуе заставили тренерский штаб команды изменить состав, особенно в середине поля. Мысли были насытить центр поля. У нас и Когут играл в середине Батагов, Кравченко и Булеца. Использовать его умение работать в опорной зоне противника, его способность находить возможности для удара, отдать обостряющий пас. Но он не был заметен сегодня, кроме штрафных подач в игре. Он участвовал мало. Это, опять же, то, что я сказал выше, что пока ему тяжело дается темп, пока он не может делать те вещи, которые он привык делать на юношеском уровне в УПЛ. Встреча началась с обоюда острой игры. Первая же атака олимпийцев завершилась ударом в падении головой воспитанника днепровского футбола Евгения Пасеча. Гостей спасла Стойкова Руна. Но тут же спортклубовцы ответили своим выпадом. Игорь Когут замыкает прострел Дмитрия Коркишко, забивая уже свой третий гол в текущем чемпионате. Впрочем, на то, чтобы отыграться, хозяевам понадобилось всего 7 минут. Максим Тейшеира уверенно переиграл Валерия Юрчука с близкого расстояния. До окончания первого тайма Олимпик играл явно острее. А из моментов запомнились опасный удар Пасеча под перекладину, который Юрчук перевел на угловой. И неточный удар Шахаба в дальний угол после своего ствольного прохода. У Днепрян отметим удар издали Сафронова, который завершился только угловым. В начале второй половины команды вновь обмениваются острыми выпадами. Юрчук отбивает удар Тейшеиры с последующим неточным добиванием Шахаба. А гости отвечают прорывом супряги. Но мяч после удара Влада угодил во внешнюю сетку двора. Хозяева продолжают играть острее. И вот уже Юрчук спасает команду после выхода один на один Шахаба. Ну а затем было удаление Сафронова, который получил от Ароновского две желтые карточки в течение трех минут. Расчет был такой, что четверка игроков в центре поля должна была переигрывать тройку полузащитника в Олимпика. И фланг был отдан для Сафронова. Ну и у Сафронова игра не получилась как на атаку, так и на оборону. Тут же последовал стандарт и Кравчук почти с нулевого угла поражает. К чести Днепрян гости достойно приняли этот удар и достаточно быстро отыграли. Длинный заброс в Акулка через пол поля и Назаренко наказывает соперников за несогласованные действия в обороне. Увы, но удержать хотя бы ничью в этом противостоянии спортпломов им так и не удалось. Очередной стандарт хозяев завершился точным ударом в Антуха в дальний угол. В итоге 3-2 победа Олимпика. Что касается нашей команды, то и сегодняшняя игра показала, что большинство игроков еще не готово к премьер-лиге. Есть у нас проблемы абсолютно во всем. Поэтому выход один – это много работать, особенно это касается молодых игроков. И все делать для прогресса. Нам нужно требовать от ребят большего. Они сами это понимают. Здесь все недовольны, все расстроены таким положением дел, все амбициозные игроки, амбициозный тренерский штаб. Поэтому выход один – это работать и прогрессировать. Трансферное окно, пока оно будет, наша задача прибавлять, наша задача делать лучше этих ребят, большинство молодежи. Тот же Батагов, тот же Назаренко – это молодые игроки, которые первый сезон премьер-лиг. Свою игровую неделю во второй лиге футболисты ВПК «Агро» начали с гостевого поединка против Таврии Симферополь. Первые чемпионы Украины, которые базируются сейчас в Береславе, уже не раз сетовали на отсутствие достойного финансирования. Но при этом клуб живет, и хоть он и находится среди аутсайдеров дивизиона, однако визиты на Херсонщину ни для кого легкой прогулкой не являются. Это и подтвердила отчетная встреча. «Мотивированная команда, поле немножко мешает для контроля мяча, поэтому здесь на первое место выходит мотивация, борьба, кто больше единоборств выигрывает. То есть вот эти все моменты, они играют ключевую роль». Поначалу все развивалось по сценарию «Магдалиновца». В гости еще до экватора первого тайма сумели таки открыть счет. Александр Логинов до конца поборолся за мяч, не дав сфере уйти за пределы поля, после чего последовал прострел во вратарскую, а там другой защитник ВПК «Агро» Михаил Васильев, как заправский форвард, разобрался с обороной соперника. Далее основные события в матче разворачивались уже во втором тайме, и вновь начало было за гостями. Арамис Маргарян перехватил мяч в центре поля и бросил в прорыв Богдана Шмидельского, который уверенно переграл вратаря 2-0. И казалось бы, что ВПК «Агро» доведет встречу до уверенной победы, но не тут-то было. Довольно быструю ответку «Магдалиновцам» соорудил их бывший игрок, воспитанник Каменского футбола и школы «Интер» Никита Жуков, который сперва заработал пенальти, а затем сам его и реализовал. Далее тот же Жуков включил режим коноплянки и, сместившись с фланга в центр, едва не угодил в дальний угол. На это гости отвечали редкими дальними ударами, которые не несли особой угрозы крымчанам. А вот Таврия, в свою очередь, только набирала обороты, постоянно усиливая давление на ворота ВПК «Агро». И вот уже все тот же Жуков не реализовывает выход один на один с Бубенцовым. Совсем уж непросто стало «Аграрем» в заключительные 20 минут матча, как когда Никита Дангаузер получил от арбитра вторую желтую карточку в поединке и оставил своих партнеров доигрывать встречу в меньшинстве. Но, тем не менее, «Магдалиновцы» сумели выстоять в этом непростом для себя поединке, одержав очередную, уже девятую подряд победу в чемпионате. Очень приличный бой дала нам команда. Чем интереснее футбол, тем интереснее выиграть у такой команды. В сторону поля! Ну, а в продолжении темы переносимся на домашний матч ВПК «Агро». Хочешь справжнего футбольного свята, то би в «Магдалыневку». Эти слова одного из болельщиков ВПК «Агро», услышанные несколько лет назад, не теряли своей актуальности ни тогда в Суперлиге области, ни сейчас, когда команда уже в дебютном для себя профессиональном сезоне забирается на самые высокие позиции во второй лиге. Да, в «Магдалиновке» действительно очень своеобразный футбольный андеграунд. Для тех, кто попадает на колос-арену не всегда с первого раза, можно точно определить, попал ты на свадьбу или же все-таки на футбольный матч. Атмосфера праздника чувствуется во всем. Впрочем, со стартовым свистком все развлечения отходят на второй план. Когда играет твоя команда, все внимание им, магдалиновским мастерам мяча, которые красивой игрой, а главное результатом отвечают своим болельщикам взаимностью. Матч с «Херсонским кристаллом» – событие действительно масштабное. Но, во-первых, это игра лидеров чемпионата, и в случае победы ВПК «Агра» впервые выходил на первую строчку в группе. А во-вторых, еще свежа в памяти игра первого круга в Херсоне, где чудеса творились не только на футбольном поле, но и накануне матча. Одним словом, этот прием «Аграрии» запомнили надолго. «Сейчас уже можно по прошествии дней говорить, что действительно мы играли, я не знаю, по какой причине, мы накануне игры отравилась вся команда, об этом я сейчас могу уже это говорить. То есть мы, скажем так, не жаловались ничего у нас, практически 80% футболистов всю ночь не спали, получили отравление. Но, тем не менее, мы там выглядели очень достойно, правда, проиграли 3-2, да. Ну, а болельщики везде разные, поэтому, да, нас там не очень воспринимали, там. Но я думаю, что мы сегодняшней победой ответили им на прошлое покажение. Это вспоминали перед игрой, что надо вспомнить ту игру? Конечно, и нефутбольные моменты были на выезде, и футбольные моменты, за которые мы хотели, так сказать, вернуть должок. Поэтому это как бы одопытная матемация. Ну, и то, что матч был сам за 6 очков, то есть никого настраивать не надо было на эту игру. Все выходили и понимали, что это будет реально битва. Но и футбол никто не забывал играть. Мстить по-футбольному магдалиновцы принялись уже в дебюте матча. Это Шарко, он же Шарик, выходит из ночного сна, срывается с цепи, влетает в штрафную, ну, а дальше падение. И арбитр без сомнений указывает на точку. Эх, Шарик, я как и ты был на цепи, Шарик, и по ночам я видел сны, все как и ты. Подойдет ли к мячу сам пострадавший? В магдалиновке это всегда вопрос. На тебе был фол, почему сам не подошел бить? Потому что я знаю, что исполнение пенальти против тренера. Не, уже не против, я бил и после этого уже, как бы, но не забил я в пенальти с Риал Фармом. И после этого, ну, пока ребята хорошо бьют, как бы, я, как говорится, не лезу пока, слава богу, что забиваем. К мячу же подошел Сидоренко. Удар, гол, 1-0. Дебютный успех, безусловно, наложил отпечаток на дальнейший ход поединка. Цена ошибки, в котором возросла в разы, и если на феерический футбол болельщикам долгое время рассчитывать не пришлось, то борьбы, накала и эмоций, как на поле, так и за его пределами, было хоть отбавляй. И все же еще в первом тайме магдалиновцы были близки к тому, чтобы закрепить свои позиции в счете. Однако, Богдан Шмигельский не смог реализовать свой момент. Голкипера, вышедшего из ворот, подстраховывает защитник. Во вторую 45-минутке Аграрий отдали инициативу соперникам, но, опять же, внимательно контролируя своих визави на всех участках поля и не особо позволяя Кристаллу хозяйничать во владениях Бубенцова. Лишь к середине тайма гости могли рассчитывать на успех, когда с убойной позиции Иван Глыевый не смог как следует замкнуть передачу партнера. Минимальный перевес магдалиновцев продолжал держать нервы игры на пределе. Соответственно, и реакция на создаваемые моменты была понятной. Маятник мог качнуться в любую сторону. Чего только стоит эпизод, когда Бубенцов не удержал мяч в руках после подачи с углового, что и привело к двум ударам в упор, но тут на пути вырастают защитники. В последние 10 минут матча, как говорится, побежали-поехали. Для начала мяч впивается в стойку ворот Бубенцова после щелчка Мелисина. На Колос-арене заметно взгрустнулась. Но когда в заявке есть Соколянский, жди экстаза. Игоря не зря считают секс-символом Магдалиновки, поэтому его выход на поле встретили не только ахами, но и охами. Ну а когда Соколянский запорол два кряда удара в упор, любовь к форварду заиграла новыми красками и словооборотами. Так тепло за Сокола не волновались и не выражались давненько. Но умеет Игорь пощекотать нервишки, как к настоящей мачо в танце с очередной своей жертвой. Ну долго ты там с футбольным оргазмом мучился, два удара в упор. Там могли быть вопросы уже, если бы не забил этот второй гол. Могли бы тебе быть вопросы, наверное, голым по Магдалиновке тебя пустили. Ну не знаю, как голым, но пешком бы домой точно шел бы, это 100%. Футбольная оргия в Магдалиновке для Соколянского закончилась бурным оргазмом. После того, как Красов проточил мяч по флангу, по пути разобрался с двумя оппонентами и выложил просто-таки царскую передачу на Сокола. Удар, гол, 2-0. И это была уже победа. Бил на точность, раз-два как-то не шло. Ну спасибо ребятам, подстраховали, дали третий шанс и я все-таки забил. Нервы, нервы, нервы. И вы играли с командой, которая занимала первое место. Какие ощущения? Потому что, ну, матч лидеров. А вы и другого ожидали. Мы этого ожидали, что нервная игра будет, будет много борьбы. Сегодня, кто больше борьбы выиграл, тот, наверное, и победил. Я не скажу, что у нас было преимущество. Мы, победя в счете, наверное, отдали немножко инициативу специально, играли на контратаках. Были моменты у нас, были моменты у соперника. Но мы свои моменты реализовали, а соперника нет. Ну, на самом деле, это классное чувство, когда вот этот нерв сумасшедший. Ответственность, важность матча. Ну, ради таких моментов живешь. Поэтому подходил с уверенностью, потому что я знаю и вижу ежедневный труд, который команда проделывает. Я был уверен, что мы забьем эти голы и выиграем. На Колос-арене еще долго праздновали, танцевали и обсуждали игру команды. Победа над лидером и его смещение с трона, новый рекорд из 10 выигрышных к ряду матчей, сам факт выхода в лидеры второй лиги и запах. В Магдалиновке осторожно, но все же отчетливо чувствуется этот ранее неосязаемый даже в мечтах запах. Вы выходите на чистое первое место в матч, действительно, который многое означает. Мы думали, чем здесь пахнет, кроме шашлыков и классного настроения. Здесь, на самом деле, пахнет первой лигой. В первую очередь, здесь пахнет, ребята, классным футболом. Мы сегодня сыграли, я считаю, один из нормальных, неплохих таких матчей. Кристалл по праву считался лидером, потому что у них было всего одно поражение до нас, это Альянс. Вот сегодня у них, у нас дома мы выиграли 2-0, я считаю, заслуженно. Молодцы ребята, все старались. Вот честно, мы к этому шли, потому что, ну, на сегодняшний день есть три команды. Это Альянс, ВПК и Кристалл, которые претендуют на выход первой лиги. Я считаю, сегодня ребята отдались полностью, сыграли хорошо. Спасибо большое болельщикам всем. Сегодня классная атмосфера на стадионе, прекрасное поле, хорошая погода, вообще супер матч. Спасибо всем. Как ощущается вот тут на первой строчке профессионального футбола? Ну, пока еще, наверное, не ощущается. Сейчас еще эмоции бурлят от событий игры. Но я скажу, что мы очень долго к этому шли. Мы приложили очень много усилий, чтобы выйти на первое место. И теперь нам надо еще больше приложить усилий, чтобы это место никому не отдать. Мы от игры к игре идем. У нас каждая игра важная. Сейчас самое главное – восстановиться, подготовиться к тяжелому выезду. Мы играем с командой Краматорска. Против нас, вы знаете, все сражаются. Прошлая игра доказала Ставрия-Симферопольская. Был очень сложный матч, очень непростой. Поэтому говорить о первой лиге, я считаю, еще рано. Еще целый играть три игры во втором круге и весь третий круг. Готова ли команда будет побороться за то, что действительно выйти на шаг вверх? Я думаю, что в первой лиге мы не потеряемся. Мы смотрим уже матчи первой лиги. Я думаю, что в первую шестерку и десятку мы точно готовы войти. Но опять же, все потихоньку строится. Два-три года назад мне говорили, готовы ли вы во вторую лигу. Я сомневался. Сейчас я вижу, что команда уже готова полностью выступать во второй лиге. Наверное, и в первую лигу мы достойны уже выйти. То есть, ну, нормально. Мы двигаемся пошагово. Я считаю, что к матчу, к матчу команда добавляет, показывает добротный футбол. Мы сегодня у всех интересуемся, чем пахнет в Магдалиновке, кроме шашлыка и хорошего настроения. Люди говорят, что пахнет первой лигой. Так ли это? Ну, футболом точно пахнет. Но дай бог, что первой лигой запахло весной, как говорится. Профессиональный футбол – это очень дорого. А что двигает Корсу на профессиональный футбол в первую лигу? Капуста. Мы выращиваем капусту, картошку, морковку, ребят. Поэтому ради народа, ради его величества футбола мы работаем, стараемся. Футболисты, в свою очередь, выкладываются на поле. Как считаешь, этот коллектив, который уже наделал шорох у спирожа с сезона второй лиги, он готов побороться за звание и за повышение в классе? Ну, я думаю, это будет зависеть не только от нас, а от всего руководства. Если они захотят, дадут нам шанс, то я думаю, мы их еще раз удивим, как и всю Украину нашу. Корсун сказал, что все будет зависеть от количества капусты. Что он имел в виду? Ну, от урожая, наверное, капусты. Я так понимаю, картошки, капусты. От этого, скорее всего. Будем биться за капусту? Будем биться за семьи, за болельщиков, а тем более за нас самих. У нас общие цели – идти вперед вместе со всеми, с болельщиками, с командой, с агрофирмой ВПК, и двигаться дальше. Владимир Павлович, побольше вам капусты и прекрасной команды, которая уже есть, которая радует Магдалиновку, которая радует украинский футбол. Успехов! Спасибо! В сторону поля Центральным матчем предпоследнего тура областной суперлиги стало противостояние на Синельниковском стадионе «Локомотив», в котором встречались недавние оппоненты по яркой битве в полуфинале Кубка Днепропетровщины – местный Днепр-Агро и Павлоградский «Атриум». Каждый из клубов решает свои серьезные задачи. «Атриум» борется за золото, а Днепр-Агро – за бронзу областного чемпионата. Ребята настраивались, мы знаем, что в Синельниково очень хорошая команда, мы к нему готовились, изучали их. Ну, готовились однозначно на бой, почему? Потому что мы тоже, в принципе, боролись за бронзу и, ну, еще продолжаем бороться, еще не окончательно все. С первых минут гости понеслись вперед, и уже к десятой минуте павлоградцы забили дважды. Сперва отличился Даниил Сосна, после чего сольный проход точным ударом в дальнюю девятку завершил Александр Сапелкин. У ребят план был такой, что быстрый гол, у них это удалось, как видите, полностью игра пошла по «Атриуму». Ну, мне кажется, в каждой игре быстрые мячи – это важно. Ну, получилось, забили, начали более себя уверенно чувствовать, как бы это придает уверенности. Еще повезло, что мы два забили быстрых. В конце чуть, конечно, пропустили. Быстрые мячи очень повлияли на игру, ребята успокоились с противоположной командой, мы немножко как-то остушевались, вроде что-то попытались, был момент, не забили. После такого бурного начала игра подуспокоилась. Гости, имея в запасе два мяча, уверенно контролировали ситуацию на поле, и до окончания первого тайма из моментов у ворот Днепр-Агра запомнился удар Владлена Норманией. Однако тут красивым сейвом блеснул опытнейший Артем Штанько. При этом в конце первого тайма инициативой заладели хозяева, которые несколько раз угрожали воротам Никиты Овчарова, заменившего в отчетной встрече на последнем рубеже Александра Чернетинского. С началом второго тайма Днепр-Агра пошел вперед большими силами и стал нарываться на результативные контратаки гостей. Александр Сапелкин оформляет дубль, после чего четвертый мяч в матче забивает капитан команды Ярослав Довгий. Пошли уже в атаку, как говорят, попали в плен. Так бывает. Ребята, ну действительно, довольно неплохого уровня команда, я имею в виду. Но нужно дать должное сенельниковцам, которые при поддержке традиционно мощной домашней торсиды боролись с соперником до конца и были за это вознаграждены. Артур Лысогор делает счет 1-4, а затем Богдан Рудавский и вовсе возвращает интригу в противостояние. 4-2 и до окончания матча оставалось играть порядка 20 минут. Да, ну чуть-чуть встали, но успокоились, чуть-чуть забили пятую уже, оставалось там пару минут, так что хорошо же забили пятую. Не дай бог сейчас 4-3, а ну что же, накал бы был какой-то. А так 5-2 выиграли. Да, интрига жила недолго. Павлоградцы быстро вновь включились в игру, и Ярослав Довгий последовал примеру Александра Сапелкина, и так же оформил дубль. 5-2, уверенная и красивая победа Атриума в матче с достойным соперником. Стараемся бежать до конца, ну а тут же футбол как пойдет, старались опять же, пытались и забить еще, могли, потом пропустили. Поэтому, ну, футбол, ничего не скажешь в этой ситуации. Но все равно ребята закономерно победили. Безгранично ребятам благодарны, они молодцы. Они в очередной раз показали, что они действительно большие футболисты, и у них есть большая перспектива. Если в областной суперлиге интрига борьбы за медали будет жить до окончания заключительного матча, то в первом дивизионе чемпионата области тройка призеров распределила между собой награды еще за тур до окончания первенства. 1 мая из Тамаковки уже стала чемпионом. Серебро у Тополя, а бронза у ИСКА Днепр-1 Борисфен. Для топольчан этот результат, безусловно, достижение. Эдуард Васильевич взял команду буквально пару месяцев тому назад. Мы помним, на каком она месте была и на каком она сейчас есть. Вышли в суперлигу. Это просто, ну, я считаю, это супер. Это супер с теми ресурсами, которые есть. Ну, я считаю, что это большое достижение. Надо дать должное и тренеру, и надо дать должное ребятам. Ну, играли они хорошо в течение сезона. Это что касается целом сезона. Сезон закончили, я считаю, великолепно. Суперлига – это уже хорошо. То есть это хороший задел на профессиональную лигу. Соответственно, в последнем туре чемпионата на команды ответственность за результат давила в меньшей мере. Что, впрочем, не означало игру спустя рукава. Ведь сезон хочется завершить на мажорной ноте. Естественно, как бы на психологии у всех, так, наверное, когда уже ничего не решает, игра тяжело как бы настраивать. Но мы, естественно, все равно выходим и настраиваемся на каждую игру как на ответственную, на самую главную. В заключительном матче чемпионата соперником Тополя стал Бриар – крепкий середняк дивизиона. Первая половина игры прошла с некоторым перевесом Тополя. И хотя опасных моментов было немного, но в середине тайма команды сумели обменяться результативными выпадами. Счет открыли топольчане. Дмитрий Герман закатил мяч в пустые ворота после идеальной комбинации партнеров. Впрочем, тут же Александр Усенко буквально грудью занес мяч в воротах после подачи с угла поля. В принципе, контролировали игру, играли хорошо, я считаю. Бывают такие матчи, когда что-то не идет. Вроде как бы... Ну, соперники молодцы, хорошо как бы поставили игру на контратаках. Команды заиграли в открытый футбол, и моменты стали возникать то у одних, то у других ворот. За полчаса до окончания матча Бриар остается в меньшинстве, когда их игрок увидел перед собой прямую красную карточку за грубый подкат. Впрочем, на игре это не отразилось, и именно Бриар в меньшинстве выходит вперед. Это Илья Пронин подкараулил ошибку голкипера. Минимальный перевес Бриара держался до 83-й минуты, пока Евгений Пипикало едва ли не с мячом зашел в ворота соперника. А буквально в следующей атаке свой класс показал Артем Синчиков. Неотразимо выстрелил метров с 15, 3-2 в пользу тополя. Однако одержать победу вице-чемпиону лиги в заключительном матче чемпионата не удалось. Бриар бросился на штурм, и на последней минуте поединка Евгений Сидорко устанавливает окончательный счет в этой зрелищной битве. 3-3. Эмоции двоякие, вроде только отыгрались, и тут же сразу пропустили обидный гол такой. Ну, ничего страшного, бывает всякое. По касации сегодняшнего матча, игра была прекрасная, великолепная. Ну, последний бой, он трудный самый, как говорят. Да, три гола пропустили, да, есть вопросы. Ну, а в целом все хорошо. Да, я так думаю, что, наверное, ну, просто уже все расслабились. Ну, как бы игра особо ничего не значила, потому я думаю, просто подрасслабились. Чуть-чуть, может быть, где-то концентрации из-за этого не хватило. Вот, ну, может быть, где-то чуть-чуть мастерства все-таки подуставшие. Ну, а в общем-то, ну, нормально, если не считать, конечно, три гола, которые мы себе привезли. Это вообще замечательный матч, как бы, ну, по результатам и итогам, как бы, задачу выполняли, которую мы декларируем второе место еще до последнего тура. Поэтому сегодня, как бы, играли мы немножко, как бы, пытались какие-то наиграть новые связи, поэтому состав такой вышел, как бы, очень интересный. С новыми задачами. В целом, как бы, очень мне понравилась игра динамичная, в пас, очень-очень даже неплохая игра. Финишировал футбольный марафон во второй лиге чемпионата Днепропетровской области, который проходил сразу в несколько этапов. Сперва команды были разделены на три группы по географическому принципу, после чего начала серия плей-офф. И вот на минувших выходных в Петриковке состоялись решающие матчи за медали турнира. Именно Федерация футбола Петриковки предоставила все нужные гарантии на проведение этого праздника для всего нашего региона. И он удался на славу. По итогам полуфиналов проигравшие команды отправились оспаривать бронзу. Ими оказались Петриковский Олимпик и Поливановка ВПК Агро-3. И тут настоящей борьбы не получилось. Петриковцы при своих болельщиках оказались явно сильнее поливановцев и одержали крупную победу со счетом 4-0. А вот финальный матч за золото держал в напряжении болельщиков даже не 90, а все 120 минут не только основного, но и дополнительного времени. В решающем матче сошлись футбольный клуб Юрьевка и Агро КМР из Троицкого. Любопытно, что обе команды на первом этапе играли в одной подгруппе. И там Юрьевка выиграла домашний матч, а в гостях сыграла в ничью. На нейтральном поле основное время победителя не выявило, а уже в дополнительные полчаса удача была на стороне представителей Троицкого, которые вырвали победу у своих принципиальных соперников со счетом 3-2. Завершилась вторая лига чемпионата Днепропетровской области по футболу 2019 года. В течение шести месяцев, можно сказать, Днепропетровская область определяла лучшего, лучшую команду, которая только кто-то начинал, первую, что они делали в областном футболе, кто-то уже продолжал. Но сегодня мы увидели здесь в финале, можно сказать, вперед скажу победителя второй лиги, команда, которая сделала свой первый шаг в этом году на областном туре. Субтитры создавал DimaTorzok